«Мы считаем это грехом и позором по отношению к жертвами, которые были понесены в борьбе за свободу. Мы, наследники мучеников. Такой выбор стал бы предательством крови мучеников», заявил Шах в письменном комментарии изданию. Он подчеркнул, что члены группировки даже не думают о такого рода компромиссе. Накануне Индия в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на всей территории Кашмира вплоть до завершения Ромадана. Как сообщила ранее МВД страны, в Нью-Дели потребовали от служб безопасности не проводить военных операций в этом нестабильном районе в течение всего месяца. Власти выразили надежду на то, что все стороны поддержат данную инициативу, позволив жителям штата из числа мусульман праздновать Ромадан в мирной обстановке. При этом в ведомстве подчеркнули, что за индийской армией сохраняется право на ответные действия в случае, если ее военнослужащие подверглись нападению, либо если таковые меры были необходимы для защиты мирного населения. Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы, ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло, индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия. Субтитры создавал DimaTorzok